Санкт-Петербург. Лепиды как сигнальные платформы и сигнальные молекулы. Пожалуйста, у вас час на все вместе с вопросами. Хорошо, поняла. Меня нормально слышно? Да, слышно хорошо. Да. В первую очередь я бы хотела поблагодарить оргкомитет за возможность выступить и рассказать о том, что мне само очень интересно. Но рада я не столько за себя, сколько за героев моего повествования о липидах, поскольку говорим мы о них очень мало, а тем не менее это огромная, быстро развивающаяся и очень интересная область исследований. Ну, как вы видите, название я заявила чрезвычайно широкое, дав себе возможность в общем говорить о том, что мне кажется наиболее интересным. И поскольку это формат школы, то я решила, что лекция должна носить скорее общий образовательный характер. Там будут привлечены и наши собственные данные, но их будет не так много. Но сами понимаете, что это настолько огромная область знаний, что тут, наверное, и десятка лекций не хватит, чтобы подробно рассказать. Поэтому ни об одном разделе я не буду говорить глубоко и подробно, а скорее мы как бы оглядим это поле, выберем что-то наиболее интересное и какие-то эволюционные вещи тоже осветим. Я постараюсь говорить так, чтобы было понятно всем. Все мы разные, занимаемся совершенно разными вещами. Что-то, может быть, будет знакомое, но я надеюсь, что и продвинутые в этой области люди тоже услышат для себя что-то новое. Итак, давайте сначала поговорим о биологических мембранах. Как бы мы ни относились к вопросу происхождения жизни, согласитесь, что все гениально и просто. Образование такой мембранной структуры, липидного бесслоя, который самособирается без привлечения каких-то ферментных систем. И, естественно, образование самой первичной клетки не могло возникнуть без вот такой структуры, которая, собственно говоря, оградила внутриклеточное пространство клетки от хаоса окружающего мира. Образована липидная мембрана фосфолипидами. Это достаточно тоже простые соединения, которые включают в себя полярную головку, которая направлена в водную среду и большую гидрофобную область, в которой находятся две жирные кислоты. Это, собственно говоря, жирно-кислотные хвосты, которые образуют гидрофобную зону липидного бесслоя. Ну, разнообразие фосфолипидов, которые встречаются в плазматической мембране, невелико. В общем, здесь представлены основные типы. Ну, вот, как вы видите, вот сейчас объясню, как построена самая молекула. Вот глицерин, состоящий из трех углеродных фрагментов. В первом положении жирная кислота, как правило, насыщенная, во втором положении ненасыщенная. А к третьему положению через фосфатную группу, ну, вот присоединяется какой-нибудь довезочек. Фосфатидил холин, холин присоединен, фосфатидил таноламин, фосфатидил сирин, фосфатидил инозитол, фосфатидил глицерол, кардиолепин. Вот это, собственно говоря, основные фосфолипидные составляющие биологических мембран. Как вы видите, разнообразие не очень велико, но большое разнообразие достигается в первую очередь за счет жирно-кислотных радикалов, которых в эукариотических клетках, как правило, около 40 типов. Как правило, они имеют четное число углеродных атомов и некоторое количество двойных связей. Значит, фосфолипиды в плазматической мембране располагаются асимметрично, и это очень важно. И здесь есть различия в плазматической мембране и в мембране эндоплазматического ретиклума. Вот посмотрите, значит, вот здесь наружный монослой, красненьким вот таким бордовым обозначенным фосфатидил холин, зелененьким сфинго и мейлин, это те фосфолипиды, которые присутствуют в наружном монослое мембраны. Во внутреннем монослое присутствуют в основном кислозаряженные фосфолипиды. Это фосфатидилсирин, фосфатидилинозитолы. И в этом есть большая биологическая значимость, потому что большое скопление отрицательных зарядов внутри и наличие положительно заряженных фосфолипидов снаружи создают вот такой градиент, и что необходимо для создания мембранного потенциала. А вот, скажем, в мембранах эндоплазматического ретиклума здесь асимметричности, как правило, не наблюдается, потому что нет таких задач. Ну и вот эта асимметричность, она регулируется сложными ферментными системами флипазы, и флипазы, которые переносят из внешнего монослоя во внутренний фосфолипид, флопазы работают наоборот. И вот, так сказать, сохранение этой асимметрии, это чрезвычайно важный момент функционирования мембраны. И мы знаем примеры того, что если это нарушается, то клетка подвергается апоптозу. Ну вот самые такие яркие примеры, касающиеся двух фосфолипидов. Это фосфотидилцерина, вот на нижнем квадратике, и кардиолипина. Значит, ну у нас многие в институте занимаются апоптозом, и, так сказать, он часто оценивается по экстернализации фосфотидилцерина. Это является апоптотический сигнал, вот он в англоязычной литературе, этот сигнал так и называется, eat me. И здесь происходит такая вещь, что когда в клетке активируются процессы апоптоза, активируются каспазы, увеличивается концентрация кальция, то уменьшается активность флипазы, которая занимается переносом фосфотидилцерина снаружи и внутрь, и резко активируется скрамблаза, это такой хулиганский фермент, который неспецифично перетаскивает фосфолипиды туда-сюда. В результате такого нарушения фосфотидилцерина оказывается на наружной мембране, и это сигнал для фагоцитирующих клеток, большое количество рецепторов на них присутствует, которые распознают фосфотидилцерин снаружи, и клетка подвергается апоптозу. А второй пример, да, и вот интересно, что если просто даже создать такие искусственные микрочастицы, которые поместят фосфотидилцерин, то фагоцитирующие клетки будут их прекрасно есть. А вот можно, например, создать такую модель, заингибировать флипазу в живой клетчик, в которой нет никакого апоптоза, она тоже будет съедена, значит, такая модель называется погребенность заживо. А вот, значит, другой пример, который я хочу привести, тоже из серии ИТМИ, касается кардиолепина. Кардиолепин, вот здесь представлена слева его формула, это такой очень необычный липид, который, в общем, свойственен бактериям. Потому что в нем вот такая вот громоздкая структура, которая образует, на самом деле, конус в мембране. В нем находятся две фосфорные группы, ну вот тоже глицериновый скелетик, две фосфорные группы, и каждый еще присоединен, значит, еще один глицерин с двумя жирными кислотами. То есть всего в этой молекуле получается четыре жирные кислоты. И, как правило, они, это линоленовая кислота с 18 с двумя двойными связями. И вот любопытно, что этот фосфолипид находится в основном в митохондриях. И это как раз, поскольку такие липиды свойственны бактериям, то это является еще одним подтверждением бактериального происхождения митохондрий. И вот кардиолепин находится на внутренней мембране митохондрий. Если происходит какое-то патологическое событие, образуется активная форма кислорода в митохондрии, то кардиолепин окисляется, он выходит в межмембранное пространство митохондрий, где он связан обычно бывает с цитохромом С. В результате того, что жирные кислоты кардиолепина окисляются, происходит разрушение связи с цитохромом С, и он образуется при помощи кардиолепина пора в наружной мембране, и цитохром С выходит из клетки. Вот те, кто занимается апоптозом, тоже знают, что это один из способов оценки апоптоза по выходу цитохрома С. А вот кардиолепин, который оказывается на наружной мембране митохондрии, это сигнал ИТМИ, и подвергаются такие митохондрии, подвергаются митохогии и уничтожаются. Собственно говоря, это очень важный процесс иллюминации ненужного. Значит, ну вот чуть-чуть хочу сказать, как эволюционировали наши представления о структуре биологической мембраны. Ну вот модель с 1935 года, это такая модель бутерброда, когда сверху белки, сверху и снизу белки фиолетово обозначены, а внутри липиды, да. Но вы все знаете уже, что в 1972 году появилась модель Сингера-Никкельсона, жидкокристаллическая модель, которая представляла мембрану, как такой некий липидный океан, в котором плавают погруженные в него белки. Но эта модель просуществовала примерно 20 с небольшим лет, и она встретила, так сказать, противоречия большие с сегментальными данными, которые показали, что вот этот липидный бислой на своем латеральном протяжении совсем не гомогенен, а существует большая латеральная гетерогенность. И было обнаружено, что существуют разные участки мембраны совсем неоднородные в отношении своих и физико-химических свойств, и липидной структуры. Ну и вот появилось представление, которое было подтверждено экспериментально, о наличии в мембране липидных храфтов, это особых микродоменов в мембране, которые отличаются по физико-химическим свойствам. Это так называемые упорядоченные домены, которые отличаются меньшей жидкостностью по сравнению с нелипидной зоной, и отличаются они особым набором липидов, которые там присутствуют. Там присутствуют в основном насыщенные фосфолипиды, а самый насыщенный фосфолипид – это сфингиомиелин. У всех животных, которых бы мы не изучали, там будут присутствовать только насыщенные жирные кислоты. Другие фосфолипиды, которые присутствуют в рафте, они тоже имеют в основном насыщенные жирные кислоты. Там много ганглиозидов, такой достаточно сложный класс липидов, имеющий углеводные компоненты. И там много холестерина. В этих рафтах особый и белковый состав. Вот справа, здесь у меня приведена структура так называемых GPA-заякоренных белков. Это довольно сложная структура. Это белок, который на самом деле находится периферическим, но вот с помощью жирно-кислотных хвостов он встроен в липидный слой и имеет вот такую сложную структуру. Здесь есть остатки галактозы, монозы. И вот уже в конце концов вот этот белочек здесь с белыми шариками. Вот он так достаточно далеко отстает от мембраны. И вот в липидных рафтах как раз в основном находятся вот эти GPA-заякоренные белки. Кроме того, там присутствуют белки, которые заякориваются в рафтах с помощью механизма присоединения к ним жирной кислоты. Это вот меристейлирование 14-0 жирная кислота с ее помощью присоединяется белок, пальмитейлирование с помощью пальмитиновой кислоты. И вот таким способом обычно к липидным рафтам присоединяются СРК-киназы. Это особый тип нерецепторных тирозин-киназ, которые присутствуют в липидных рафтах. И кроме того, в липидных рафтах присутствуют и многочисленные компоненты сигнальных систем, жир-белки и многие другие. Таким образом, липидный рафт представляет собой вот такую сигнальную платформу, где сконцентрировано большое количество сигнальных белков, их адаптеров. Ну вот, например, сейчас вот вам хочу привести такой относительно простой пример. Это активация ТЛР-4 рецептора, рецептора бактериального липополисахарида. Значит, вот при действии ЛПСа происходит демеризация этого рецептора, и демеризация приводит его к передислокации в область липидных рафтах. Здесь происходит встреча с различными адаптерными белками, и запускается сигнальная цепь, которая дальше уже передается внутри клетки. Ну а вот на нижней картинке я вам показываю уже наши собственные данные, которые подтверждают, что ТЛР-4 рецептор переходит в область липидных рафтов. И такая вот оценка вестерн-блотом происходит при центрифугировании экстрактов в градиенте плотности сахароза. Дело в том, что рафты обладают меньшей плотностью, оказываются наверху пробирки, и вот, так сказать, их и называют, а устойчивые они оказываются к неемному детергенту, который действует при низких температурах. Поэтому вот как бы их называют обычно мембраной устойчивой к действию детергентов. Вот, а вот более сложный вам пример приведу, это сборка рецепторного комплекса на Т-лимфоцитах при действии антигена, это действие презентации чужеродного антигена, антиген-презентирующими клетками. Значит, вот посмотрите, пожалуйста, вот здесь вот таким вот красненьким цветом выделены липидные рафты, в которых находятся многочисленные участники этого большого рецепторного каскада. Когда происходит взаимодействие с антиген-презентирующей клеткой, образуется так называемый иммунологический синапс, то происходит сборка, кластеризация всех вот этих отдельных липидных рафтов в большой такой, в большой, огромный кластер, который позволяет различным участникам этого сигнального ансамбля уже взаимодействовать. Не буду сейчас, у меня нет задачи рассказывать вам, естественно, подробно об этом сигналинге, просто хочу показать как пример, в котором большое количество участников кластеризуется в один липидный рафт. Вот можно задаться вопросом, почему бы, казалось бы, зачем такая сложная регуляция, ну почему не сделать рецептор в липидном рафте, и пусть там развивается сигнальный каскад. Но мне кажется, что здесь ответ состоит в том, что с одной стороны кластеризация рецепторов, как правило, делает их работу более эффективной, а во-вторых, что вот такая вот сложная структура дает возможности для разнообразных мишеней регуляции этого процесса. Вот, значит, вот давайте теперь поговорим о насущном, о коронавирусе. Вот еще в 2008 году были проведены исследования с одним из коронавирусов. Уже тогда было известно, что он связывается с его рецептором, является антипревращающий фермен-2. И вот, значит, липидные рафты, есть такой очень простой способ, как ими манипулировать. Можно, как я уже сказала, что в липидных рафтах много холестерина, и есть такие класс веществ, метилциклодокстраны, которые избирательно экстрагируют холестерин из рафтов. Ну, там есть тонкости при работе с ними. Понятно, что они не нацелены специфически на липидные рафты, поэтому они могут извлекать холестерин не только из рафтов, но если подобрать нужное время экспозиции и концентрацию, то можно добиться хороших результатов. И вот вы видите, здесь проведена моя работа, что при действии метилциклодокстрина, значит, проникновение вируса сильно снижается. А вот уже работа вышла 20-го года, и работа посвящена статинам. Но вы знаете, что многие люди старшего поколения особенно прописываются принимать статины для снижения уровня холестерина и предотвращения атеросклероза. И вот оказывается, что если люди принимают статины, то они имеют преимущество перед возможностью инфицироваться коронавирусом, потому что статины... Значит, что делают статины? Статины контролируют, ингибируют активность основного фермента синтеза холестерина, которые происходят в печени. И в том числе это приводит и к тому, что количество холестерина в липидных рафтах уменьшается. А вот два белка, которые являются рецепторами для коронавируса, ангиоинтезин превращающий фермент 2, мембранный белок и CD147, на который, кстати, действует малярийный плазмодий, почему и при коронавирусе используют антималярийные препараты, то оба эти белка располагаются в липидном рафте. Ну и, соответственно, если мы извлекаем холестерол из липидных рафтов, то уменьшается возможность проникновения вирусов клетки и снижается возможность его инфицирования. Так что, в общем, статины нам предлагают принимать активно и в связи с новой ситуацией. Вот, теперь вот смотрите, липидный бесслой можно назвать полноправным регулятором биохимических процессов. Что я имею в виду? Что, ну, конечно, все в основном регулируется белками, и сам состав липидов тоже регулируется белками, потому что многочисленные ферменты взаимопревращения липидов, трансэцилазы, они создают изменения в липидном бесслое. А вот посмотрите, пожалуйста, вот сильно полиненасыщенная кислота 22,6-омега-3, докоза гексоеновая. Вот она создает, если провести эксперименты с тем, чтобы нагружать мембрану этой жирной кислотой, то меняется соотношение рафтовой и нерафтовой зоны. Ну, вот эта клетка до добавления докоза гексоеновой кислоты, а вот это после. И вот вы видите, что докоза гексоеновая кислота, вот она здесь голубеньким цветом обозначена, она создает в мембране домены нерафтовые, которые будут отличаться по своим физическим свойствам, а следствием этого того, что будет изменено присутствие белков. Есть белки, которые, что называется, у них совершенно различные предпочтения к этим липидным мембранам домена. Соответственно, меняя структуру липидного бислоя, мы можем поменять, конечно, в какой-то степени, мы можем поменять и наличие тех белков, которые будут работать в мембране. Поэтому представление о том, что липиды дают только вот такой каркас, а все делается, так сказать, основное делается белками, оно сейчас изменено на то, что липидный бислоя является полноправным регулятором всех этих процессов. Ну, можно себе представить, что какой-то белок не сможет строиться, потому что не найдет себе липидное окружение, подходящее ему. Ну, такое можно вряд ли представить. Вот я вам хочу показать данные очень интересной статьи. мы часто говорим о том, что активность белка или рецептора зависит от его липидного микроокружения. Но я бы сказала, что на самом деле гораздо больше, сильнее бы сказала эту фразу о том, что белок не может функционировать вне липидного окружения, которое ему свойственное. Вот посмотрите, пожалуйста, вот эта работа была сделана, это чисто модельный эксперимент, это довольно сложный метод молекулярной динамики. И вот тут вот, значит, вот эта такая табличка, и вот тут наверху разные белки. А здесь фосфолипиды. И было количественно изучено, какой состав фосфолипидов потребуется на расстоянии 0,7 нанометров от поверхности белка. И вот вы видите, что разным цветом обозначена интенсивность присутствия, что каждый белок требует совершенно свое липидное микроокружение. Ну вот здесь, например, белок аквапарин-1, водный канал, и вот все, что меньше единицы, значит, этого фосфолипида меньше. Все, что больше единицы, значит, это увеличение. Вот видите, что для этого аквапарина требуется, например, посределенность дофосфата и так далее. Вот, поэтому липидное микроокружение, собственно говоря, оно абсолютно необходимо для того, чтобы... Оно создает уникальность. Как вот среди нас нельзя найти людей двух абсолютно одинаково одетых, так же и невозможно найти два белка, у которых было бы абсолютно идентичное липидное микроокружение. Ну, понятно, что это в первую очередь определяется привычной структурой белка, наличием самого различного количества взаимодействия с липидами. Вот. Но на самом деле роль липидов в сигнальных процессах не сводится к структурной организации мембраны, ее огрызованию микродоменов, выдержанию белков без слой и созданию необходимого липидного микроокружения для функционирования белка. Существует огромный класс биоактивных липидов с амфипатическими свойствами липидной молекулы, которые как бы сохраняют свойства самого липида, и биоактивных производных липидов. И вот, к сожалению, нет у меня возможности подробно говорить о всех этих соединениях. Огромный класс липидов являются легандами для жей-белок связанных рецепторов. Причем, значит, как правило, несколько по типу рецепторов включаются для каждого леганда. Используется несколько систем внутриклеточной сигнализации. И работает эта система, ну, можно сказать, что во всех типах клеток регулирует абсолютно все функции клетки и в живом организме. Почему такое большое количество липидных регуляторов? Я думаю, что это связано с тем, что предшественники для синтеза всех этих биологически активных веществ находятся в свободном доступе, их достаточно, в них нет никакого дефицита, и все дело только в наличии ферментов, которые будут их производить. Ну, вот, значит, эндоканнабиноиды. Очень интересный класс производных арахидонов и некоторых других кислот, которые работают в центральной нервной системе, регулируют много функций, и не только в центральной нервной системе. Но затем, конечно, производные арахидоновые кислоты. Самые изученные, их огромное разнообразие. Простагландина, тромбоксана, лейкатриена. Сфенгазин-1 фосфат, тоже очень интересный класс сфенгазиновых липидов. Фактор агрегации тромбоцитов, лизофосфатидная кислота, и, наконец, свободные жирные кислоты. Если останется время, немножко о них расскажу. То есть огромное количество производных липидов, которые действуют на жиды и локсвязанные рецепты. Но вот я хочу поговорить о фосфоэназититах. Самый интересный класс в отношении ликвидной сигнализации. Ну, известно 8 типов. У млекопитающих в МСИ идентифицировано 8 типов. Вот видите, что они отличаются по фосфорилированию инозитольного кольца. Вот они все помечаются. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну и вот, соответственно, вот видите, некоторое количество комбинаций по тому, какой атом инозитола фосфорилирован. И вот как часто бывает в биологии, небольшое количество участников создаёт большое количество комбинаций. Вот. И, значит, вот самым важным, интересным в русле моей лекции будет фосфорилидил инозитол 4, 5-дифосфат, который, собственно говоря, положил начало липидной эры внутриклеточной сигнализации. Это обнаружение рецептора опосредованного действия фосфолипаза С на этот фосфолипид, который приводит к образованию двух вторичных посредников. Ну вот фосфолипаза С действует вот на эту эфирную связь, и у нас образуется инозитол 3-фосфат и диацилглицерин. Ну, вы все хорошо знаете, конечно, этот, так сказать, сигнальный каскад. И просто хочу вам показать, конечно, я не буду подробно об этом рассказывать, но мне очень нравится по многим важным областям биохимии можно найти вот такие схемы, где люди вот так буквально год за годом показывают, что же происходило с этой областью знаний. Вот. И я хочу рассказать немножко о Майкли Беридже. Это замечательный английский биохимик, которому принадлежит, в общем-то, приоритетное право в обнаружении сигнальной роли фосфоназитольных липидов. К сожалению, в феврале этого года он скончался, и многие английские газеты о нем написали. Замечательный биохимик. Я, к сожалению, так и не дали Нобелевскую премию ему, хотя были живы те ученые, которые дали бэкграунд для его для его работы, то и супруги Хокина, и Митчелл, и как бы вполне была сформирована команда как бы для Нобелевской премии, но не знаю, по какой причине. Но, тем не менее, он получил несметное количество разных премий, арабская Нобелевская премия, Нобелевская премия Востока. А самое главное, что в 1998 году от английской королевы он получил рыцарство. Это очень в Великобритании Наталья Николаевна Наливаева, наверное, знает. Это очень в Великобритании почетный титул, который присуждается монархом, и после этого человек должен называться сыром. Карьера Майкла Берриджа складывалась очень удачно. Дело в том, что он работал в конце 60-х годов в Кливленде, в Америке, в том же университете, где работал Сазерленд, который открыл действия циклического ОМФ при активации адреналином распада гликогена. И, собственно говоря, в 71-м году Сазерленд получил Майкл премию, и в это же время там находился Берридж, поэтому, собственно говоря, сама идея вторичного посредника уже носилась по коридорам этого университета, а Берридж изучал работу действия серотонина на секрецию жидкости в слюной железе мухи. И там он обнаружил, что если секреция калия идет под действием циклического ОМФ, то с секрецией хлора он долго бился и, так сказать, доказал, что она идет под действием инозитол-трифосфата. Ну и впоследствии уже в содружестве с биохимиками, специалистами по инозитольным липидам была проведена серия блестящих работ, где они показали, что действительно инозитол-трифосфат является вторичным посредником, который активирует выход кальция из мини-митохондриальных дупо. На нескольких объектах была проведена эта блестящая работа. И вот вы видите, что две публикации в НЭЙЧе в 83-84 году, в общем, это была золотая эпоха в жизни британских биохимиков. Ну и, конечно, эта область очень стала бурно развиваться. И вот сейчас только очень много работ на эту тему. И активация фосфолипаза С может происходить и при действии на жиделок связанных рецепторов, и через рецепторы тирозинки назного типа. Здесь задействованы разные фосфолипазы, но эффект один и тот же. Значит, дальше был открыт рецептор анозитол-трифосфата уже буквально через несколько лет, потому что очень бурно пошло развитие науки в этом направлении. Был клонирован, идентифицирован рецептор, больше всего его в клетках Пуркинье. Ну вот на этой картинке представлена его структура, довольно сложный белок в эндоплазматическом рецепте имеет 4 субединицы в каждой 6 трансмембранных доминов. И главные регуляторы информационного состояния этого рецептора это эрозитол-трифосфат и кальций. Вот тоже такая картинка, которая показывает, которая эндоплазматическом эрозитол-трифосфат его называют сигнальным хабом. Это очень большой белок, который имеет чрезвычайно огромное количество сайтов регуляции. Наверное, это сделано для того, чтобы активировать выход кальция строго локально и в нужное время в нужном месте. Потому что сами понимаете, что кальций является регулятором огромного многообразия процессов клетки. И это нужно как-то все регулировать. Ну и вот на этой картинке вам показывают, что эрозитол-трифосфат кальций сигнальная система регулирует огромное многообразие клеточных процессов. Вот как любой вторичный посредник эрозитол-трифосфат должен строго контролироваться и делает это соответствующие киназы и фосфатазы. Вот посмотрите, вот эрозитол-трифосфат так сдвинулись у меня куда-то рамки почему-то. И вот эрозитол-фосфат мультикиназа делает из него следующий фосфат, а фосфатаза отщепляет от него фосфор в пятом положении, образуется эрозитол-дифосфат и эрозитол-дифосфат и эрозитол-тетрофосфат не активируют кальциевые каналы при этом содержание эрозитол-трифосфата снижается и действие вторичного посредника прекращается. Но оказалось, что в жизни эрозитол-трифосфатов на этом не кончается. Значит, они могут вот он где он, вот он здесь эрозитол-трифосфат с помощью киназ он может дальше виспорилироваться и может образовываться эрозитол-фосфат и в котором все шесть атомов будут виспорилированы и не только это, а еще дополнительный фосфор будет еще присоединен и будут образовываться эрозитол-7 фосфат и эрозитол-8 фосфат который называется пирофосфат. Что они делают эти пирофосфаты? Они тоже действуют как внутриквечный регулятор активности белков. Вот слева показано, что они связываются с алостерическим сайтом белка с помощью вот здесь большое количество отрицательного заряда и они забираются в такой белковый карман меняя конформацию белка и его активность или занимаются непосредственно по типу АТФ фосфорилированием с образованием пирофосфорилированных белков. А как восстанавливается как восстанавливается сам предшественник посределоназид дифосфат и кальциевая сигнальная система. Здесь очень важными оказываются вот такие контакты между мембранами плазматической мембраны и эндоплазматическим ретикулом. есть места где эти соединения подходят очень близко друг к другу буквально в нанометровом диапазоне. Есть специфические белки синаптостагмин вот здесь он зелененьким обозначен который при повышении концентрации кальция меняется его конформация у него есть домен для связанных с плазматической мембраной и он еще больше сдвигает эти мембраны друг к другу. вот и значит долго не могли понять а как же восстанавливать цепку вот этого инозита дифосфата потому что фосфатидная кислота которая образуется в результате этой цепочки она остается в плазматической мембране а дальше синтез и так сказать для того чтобы цикл замкнулся идет в мембранах эндоплазматического ретикулума и вот были обнаружены вот ой извините были обнаружены вот эти белки нир-2 которые являются белками переносящими фосфолипиды из плазматической мембраны в мембраны эндоплазматического ретикулума то же самое этот же белок переносит фосфоэназитит изнутри на наружную плазматическую мембрану все это происходит вот в этих вот зонах таких вот близких контактов а как восполняется уровень кальция ну в этой аудитории наверное у нас многие занимаются кальцием здесь известна такая вещь что когда депо опустошается системой эндоплазматического ретикулума то его необходимо восполнить и существуют вот такие вот белки стим-1 которые функционируют как сенсор опустошения депо опять-таки в зоне этих контактов когда вот депо опустошается то происходит взаимодействие олигомеров этого белка с кальциевыми каналами на плазматической мембране и происходит поступление кальция в депо эндоплазматического ретикулума почему огромное количество биохимических процессов в клетке оказывается мембранно связанными мембранные фосфоэназитиды и другие фосфолипиды осуществляют логистику мембранно связанных процессов сорсинг белков имеющих специфические белковые домины в нужное время и в нужном месте вот опять я вам показываю еще раз различные фосфоэназитиды и значит оказывается что все они могут взаимно переходить друг в друга происходит это с помощью фосфорилирования и дефосфорилирования энозитольного кольца огромное количество значит кеназ и фосфотаз то отщепляют хосфор от энозитольного кольца то наоборот его присоединяют и вот оказалось значит что чрезвычайно важную роль во всей функционировании клетки играет вот кеназ которая называется фосфорил азитол три кеназа которая может фосфорилировать любой липид из этих классов по третьему положению инозитольного кольца. И оказалось, что огромное количество это имеет принципиальное значение. Если образовался фосфоинозитит, у которого в третьем положении будет фосфатная группа, то такие инозитольные липиды являются специфическими сайтами для связывания белков, которые имеют разнообразный домен для связывания с инозитольными кольцами, которые распознают, в каком положении находится фосфат инозитольного кольца. Я не буду говорить об этом подробно, только вот скажу. Вот это различные домены, различные белковые домены, которые чувствуют 3-4-5, 4-5 и так далее. А вот это примеры белков, которые имеют специфические вот эти вот домены. И наиболее распространенным и самым первым изученным белковый домен, это так называемый фликстрингомолочидомен, который должен различать 3-й или 4-й атомы фосфора в кольце инозитола. Он был открыт с помощью биоинформатики, когда были проанализированы субстраты фосфатидионозит-трекиназы, многообразные белки, и было выявлено, что все они имеют вот такой общий домен. Ну и самый яркий пример, конечно, участия поэтрекиназы – это опосредованная этим ферментом активация протеинкеназы B или АКТ, вот тут она показана, которая происходит при поддействии поэтрекиназы. Этот фермент может активироваться как теразинкеназными рецепторами, так и же белок-связанными рецепторами. Происходит образование фосфоридионозит-тетрафосфата, здесь 4 фосфора. И вот эта кеназа АКТ имеет pH-домены, она фосфорилируется по двум положениям – по ДК-1 кеназой и комплексам МТОР. Она фосфорилируется по трионину и по сирину, поэтому называется сиренитриониновая кеназа. И вот этот сигнальный путь имеет огромное значение вообще в жизни любой клетки. Субстратами АКТ, их, по-моему, около сотни известны во многих типах клеток, регулируют они огромное количество важнейших клеточных процессов. Таким образом, фосфоридионозитиды – это… Вот представьте себе, что это сами липиды остаются в мембране. Из них торчат вот эти инозитольные кольца с разным положением фосфатов. И вот я бы назвала это фундаментальная высокоэффективная логистическая система. Что она делает? Транслокация белков к внутреннему монословию, что обеспечивает встречу белковых партнеров в нужное время и в нужном месте. Конформационное изменение белка фермента, изменение каталитической активности, афинности и так далее. Большое разнообразие молекул, которые различаются количеством положения фосфатной группы в инозитольном кольце. Сама липидная молекула остается во внутреннем монословии, а инозитольные кольца с фосфатами обеспечивают функционирование интерфейса мембранной цитозы. Что очень важно, происходит очень быстрый синтез-распад всех фосфонезитилов. Можно точно регулировать их уровень дискретных мембранных участков, активность многочисленных кеназов и спотат. Очень важно то, что крайне низкая концентрация этих полифосфонезититов в мембране, поэтому локальный уровень, их может изменяться в десятки раз при стимуляции. При этом количество субстрата, вот сам фосфонезитит, неограничено. Но и участвует в обеспечении практически всех клеточных процессов, работают в любых клетках. Но вот давайте, у меня осталось жить совсем немного времени, я немножко не укладываюсь. Хочу поговорить еще о жирных кислотах. Но вы слышали много раз про омега-3 жирные кислоты. Что, собственно говоря, обозначает само слово омега? Вот тут наверху формулы жирной кислоты. Буква омега обозначается номер атома углерода с метильного конца, в котором находится первая двойная связь. Есть ряд омега-3, омега-6, омега-9. Они не переходят друг к другу. Соответственно, предшественником омега-3 является линоленовая кислота. Из нее образуются и коза пентагеновая, и докоза гексигеновая. Начало эры было с омега-3 кислотами. Это история с гренландскими эскимосами и инуитами, которые потребляют огромное количество морской пищи, и у них очень редко бывают сердечно-сосудистые заболевания. Цикл этих работ начался еще в конце 80-х годов. Сейчас количество этих работ просто тысячами исчисляется о благотворном влиянии омега-3 жирных кислот на организм. В первую очередь для сердечно-сосудистой системы. Чем плохо снижение омега-3 жирных кислот? Дело в том, что есть одни и те же ферменты циклоксигеназа или эпоксигеназа обслуживают и омега-6 кислоты, и омега-3 кислоты. Омега-6 кислоты – это, как правило, плохие участники воспалительных процессов, которые их активируют. А вот все, что производится из омега-3, они вызывают противовоспалительный эффект. Поэтому, соответственно, чем больше омега-3 кислот, тем меньше жирных кислот пойдет по негативному сценарию. Ну и вот, соответственно, нам рекомендуют, поскольку морскими продуктами мы не можем восполнить необходимую норму омега-3 кислот, кто нам рекомендует потреблять их в таких количествах. Ну вот, огромное количество патологических состояний, на них было показано положительный эффект дохода кексигеновой кислоты, получаемый с пищей. Ну и здесь, как видите, просто все, что можно себе представить, и вал этих работ продолжает идти. Вот как может одна такая простая молекула оказывать такое количество разнообразных эффектов. Поскольку здесь патологии самые разнообразные, то все-таки мне кажется, что главный эффект дохода кексигеновой кислоты связан с ее действием на мембрану, я вам этот слайд уже показывала, и с формированием, с ее вовлечением в реструктуризацию липидного бислоя, что приведет к тому, что каких-то белков будет больше, каких-то меньше. Ну и второй эффект докоза кексигеновой и коза пентоеновой кислоты связан с тем, что, оказывается, они положительно влияют на выход поврежденной ткани из воспаления. Но вот посмотрите, вот развитие воспалительного процесса. Вот идет острая фаза, а потом идет выход из воспаления. Оказывается, что процесс идет совершенно непроизвольно, а в нем участвуют специализированные липидные медиаторы, производные в том числе и орхидоновые, но главным образом докоза гексигеновые пентозы и коза пентоеновый кислот. Это резальвины, протектины, моресины. И открыто они были с помощью, вот здесь их представлено большое разнообразие, открыто они были с помощью липидомики. Это мощный такой, так сказать, инструментальный подход, который дает огромные возможности для идентификации минорных липидов, то, о чем лет 20 назад даже невозможно было мечтать, что когда-нибудь такое будет возможно. И вот особенно много работ по нервной системе. Что происходит при дефиците омега-3 кислот? Снижение когнитивных функций, психически-эмоциональные расстройства, нарушение нормального нейросинаптогенеза, развитие нейрогенерации, нарушение зрительной функции. Но при болезни Альцгеймера снижается содержание докоза гексигеновой кислоты. А на молекулярном уровне? На молекулярном уровне происходит вот что. Значит, происходит замещение докоза гексигеновой кислоты на совершенно другую кислоту из омега-6-териада. В общем-то, казалось бы, совсем небольшое отличие. На одну двойную связь меньше. Но оказывается, что поскольку это омега-3-ряб, здесь третий атом углерода, а здесь шестой атом углерода. И вот этот большой насыщенный фрагмент совершенно изменяет свойства и липидного веслоя, и, возможно, и белков, которые с ним взаимодействуют. Ну вот я здесь привела много, так сказать, на молекулярном уровне эффектов, которые наблюдаются при снижении омега-3 кислот в диете. Вот я вам хочу привести совершенно потрясающие данные. А мозг различных млекопитающих – это один из основных фосфолипидов. То есть, это аналамин. А вот здесь, посмотрите, пожалуйста, животные совершенно млекопитающие, но абсолютно разных таксонов. Они питаются разной пищей, они ведут разный образ жизни. Они грызуны, жвачные, крупные, некрупные, хищники, приматы и морские млекопитающие. И вот посмотрите, пожалуйста, я красненьким выделила содержание докозагексигеновой кислоты. Это, вы знаете, похоже на хороший параллель одного эксперимента. Как вне зависимости от питания, от образа жизни, количество омега-3 жирных кислот, докозагексигеновой в первую очередь, да и арахидоновой тоже. Вот она здесь. Тоже все очень похоже. Что нельзя сказать про другие ткани? Вот если мы возьмем там печень, мышцы, там будет сопоставимо с питанием. А вот мозг выдерживает абсолютно вот такой очень консервативный уровень этих кислот. Даже есть специальные механизмы для того, чтобы загонять омега-3 кислоты в мозг. Ну вот обнаружено, что переносится он в виде лизопосфатидилхолина, который может и из диеток, и в кишечнике образовываться, и в печени. И этот лизопосфатидилхолин историфицирован либо икозапентогеновой, либо докозагексигеновой. И через клетки гематоэнцефалического барьера вот в виде лизопроизводных с помощью специфического белка, который вот здесь в фиолетовом кружочке, значит, переносится в мозг. Ну, как это доказывается, делается нокаут по этому белку и видят, что не накапливаются жирные кислоты в мозгу. А вот что интересно про насекомых. У них достаточно сложная нервная система, в которых есть и синаптическая передача, и все, что необходимо для базового принципа работы нервной системы. Но полиненасыщенных жирных кислот у них просто нет. Ну, это вот мои данные по саранче. Здесь три основных фосфолипида. Вы видите, что основная жирная кислота здесь 18-3, линоленовая, но ни докозагексигеновой, ни каких-либо других длинноцепочных полиненасыщенных жирных кислот здесь нет. Единственным исключением являются липиды водных насекомых, скажем, стрекоза, в которой в мозгу ее присутствуют экозапентуеновая кислота, потому что она просто присутствует в тропических цепях всех водоемов. А в основном, почему 18-3 много у саранчи? Потому что она потребляет, это основная жирная кислота растений, которыми они питаются. Поэтому про насекомых можно сказать такое впечатление, что что съели, тем и думают. А вот любопытно, что самый высокий уровень этой кислоты обнаружен в наружных сегментах палочек сетчатки. Все, кто занимается зрением, знают, что там очень высокое содержание омега-3 жирной кислоты, есть специальные механизмы поддержания ее уровня, там есть фосфолипиды, в которых в обоих положениях находится 22,6 омега-3, а есть также очень длинные пыльенасыщенные жирные кислоты, где 24-38 атомов углерода. И считается, что такой состав мембраны, а это мембрана дисков, наружных палочек сетчатки, необходим для быстрых конформационных перестроек, крадопсина и фотомеризации ретиналя. И вот очень хочу вам привести интересную работу, которая показана, что наружные сегменты палочек сетчатки, внутренние клетки пигментного эпителия. И в структурах аппарата Гольджа, внутреннего сегмента, там происходит как раз синтез вот этих вот очень длинноцепочных жирных кислот, а вот там же находится рецептор адипонектина. К адипонектину как бы он отношения не имеет, вряд ли он здесь работает, но просто по своей структуре это рецептор адипонектина. И оказывается, он вовлечен в поддержание того, чтобы в наружных сегментах сохранялся очень высокий уровень этих жирных кислот. Если у мышей нокаутных по этому белку происходит замещение до козы гексогеновой на 22,5 омега-6, идет дегенерация фоторецепторов и снижение всех ненасыщенных жирных кислот. А вот фототрансдукции у насекомых также обходятся без длинноцепочных омега-3 кислот. Вот вы видите эти данные, что они здесь не обнаружены. Это делается уже с помощью методов липидомики, которые позволяют очень точно определить минорные компоненты. Но надо сказать, что и фототрансдукция у насекомых совершенно по другому принципу организована. Поэтому сейчас не буду пока показывать. Как могут насекомые обходиться без этих жирных кислот, которые у позвоночных, я вам привела данные млекопитающих, но поверьте мне на слово, что и земноводные, рептилии, рыбы, там будет все то же самое. Но, вероятно, там как-то все совсем по-другому организовано. Но в общем виде я могу сказать, что, наверное, те белки, которые там функционируют, приспособлены к совершенно другому жирно-кислотному составу. Поэтому более, так сказать, определенно сказать ничего не могу. Но есть идея, почему так происходит. Почему насекомые не поимели в процессе своей эволюции вот, казалось бы, такие полезные полиеновые жирные кислоты. Связано, есть идея, к сожалению, не моя, но, как, знаете, часто бывает, прочитаешь и кажется, да боже мой, это же на поверхности лежит. Связано это с особенностями дыхательной системы насекомых. Дело в том, что у них существует трахейная система. Это вот такие трубочки, по которым просто как по газопроводу кислород поступает в любую клетку ко всем тканям. И когда в каменноугольном периоде, когда была гораздо выше концентрация кислорода, то были огромные насекомые до метра в диаметре, скажем, стрекозы. А сейчас считается, что размер насекомых лимитирован как раз и в дыхательной системе. И вот представьте себе, что если бы у насекомых были полиненасыщенные кислоты, что такой доступ к кислороду привел бы к тому, что шел бы интенсивный процесс окисления, потому что полиненасыщенные кислоты это, собственно говоря, первые мишени для перекисного окисления липидов. Ну и вот время у меня уже кончилось. Самое последнее, что хочу сказать, что вот есть такой замечательный интернет-ресурс, который называется Lipid Maps, в котором огромная информация по липидам. Здесь и инструменты-липидомики, и различные вебинары. Но самое интересное, что здесь работают очень креативные люди, они каждый месяц выбирают липид, ну как бы вот липид года. Вот несколько месяцев назад таким липидом месяца была линолевая кислота 18-2, потому что исполнилось 90 лет с того момента, как было открыто, что она является эссенциальной. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Римма Германа. Очень интересно. Коллеги, буквально два коротких вопроса, а потом мы должны будем перейти к следующему вопросу. Всего лишь? В чате вопроса. А когда будет возможность для дискуссии? Я напомню, помните, был такой деятель в нашем Верховном Совете или в Раде, который говорил о том, что парламент не место для дискуссий. Но конференция – это точно место для дискуссий. Конференция – место для дискуссий, но у нее есть расписание, поэтому сколько времени докладчик оставил на дискуссии, столько есть. Да, к сожалению, времени я оставила мало. Так, сейчас. Ну, если есть возможность для короткого вопроса… Да, конечно, есть. Задавайте. Да. Во-первых, большое спасибо. Прекрасная лекция и очень полезная. Скажите, пожалуйста, вот есть такое понятие латеральная подвижность белков вибраторов или каких-то единиц вибраторов. При этом во всех старых учебниках, да и в новых учебниках, говорят о том, что фосфолипидная вибратор, она по текучести и по вязкости равна вязкости оливкового масла. Ну, все, что вы сегодня рассказывали, то, что вы уже знали до этого, говорит о том, что эта аналогия не верна. Но все-таки, чем объясняется очень высокая латеральная подвижность белков? Я думаю, что она… Моя идея в том, что, как я уже говорила, что жидкостность мембраны очень разная в разных ее участках. Это очень динамичный процесс. То есть вот упорядоченные домены, они существуют очень кратковременно, они быстро переходят один в другой. То есть это совсем нестабильная структура. Поэтому здесь думаю, что точные механизмы, конечно, неизвестны, но я думаю, что и белки, и липиды, они работают, действия их согласованы, они работают слаженно. И перенос белка может, так сказать, сопровождаться быстрыми перестройками липидов. За счет этого… И это процесс очень быстрый. Там работает огромное количество трансоцилаз, которые быстро перестраивают жирно-кислотные цепи. Это все происходит за миллисекунды. И поэтому у белка есть возможность двигаться. Но есть, кроме того, и, конечно, другие механизмы. Это, конечно, цитовский лет и какие-то модификации белков, которые, так сказать, обеспечивают переход, латеральное движение белков по мембране. Собственно говоря, даже вопрос, каким механизмом переходит белок, скажем, из неравтовой зоны в рафтовую зону, да. Ну, точный механизм этого неизвестен. Есть много вот таких разных соображений, в том числе, которые я вам высказала. Но вопрос, конечно, это очень важный и интересный. Спасибо. Я, как говорится, вернусь к этому вопросу для личной беседы. Хорошо. Рима Геннадьевна, вот в чате вопрос от Бухараева. Известно ли что-либо о функциях перофосфата на зитово в клетке? Вы знаете, да, конечно, я это читала, разумеется, в экспериментальной статье, но не могу вам сказать. В любом случае, вы знаете, они как бы называются, это пирофосфат и как такие высокоэргичные соединения по типу АТФ, которые обеспечивают фосфорилирование. Поэтому, как бы, вот это их может быть одна из функций. Но более подробно ответить вам не могу, нужно просто посмотреть конкретно эти работы. Вопрос от Натальи Федоровны. Рима Геннадьевна, большое спасибо за интересный очень доклад. У меня такой вопрос. Гранглиазиды, их нейропротекторный эффект обусловлен активацией тирозин-феназа ТРК-рецепторов. То есть, это тоже сигнальные молекулы. Но вот клинические испытания широкомасштабные, нулевых, были неуспешными. Знаете ли вы какие-то новые работы о клинических испытаниях этих соединений? Нет, Наталья Федоровна, не знаю. Нет. Это как бы вот... Нет, не знаю. Спасибо. Ну, коллеги, еще, если есть один вопрос, успеем. Нет, да? Спасибо. Давайте поблагодарим Риму Германовну. Спасибо. Очень интересно. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok